ребят всем привет сегодня вы находите опять на моем канале сергей пыдзарь канал называется сегодня у нас просто будет офигительный блок и блок у нас будет про еду он будет обычный простой вот это вот крутое блюдо называется она если в переводе то это как бы типа сэндвич если привести на наш русский язык но сэндвич здесь не простой а так сказать золотой и очень вкусный ребят посмотрите на эту прослойку если вам будет видно здесь получается мясо овощи и сыр это блюдо стоит всего лишь 19 лет 19 лет это 230 рублей 230 рублей но зато посмотрите какое большое блюдо блин сижу и уже слюни глотаю записываем этот урок и глотаю слюни и здесь есть получается 4 вот таких вот типа куска картошка по-деревенски видно вам да и соуса ну и немножко помидорчиками такая зелень короче вкуснятина нереальная это пробовал в других кафе в этом кафе еще не пробовал так что сейчас вместе с вами я это и попробую ну что приступим давайте наверно попробуем сначала с кисло-сладкого соуса кисло-сладкий соус в принципе он везде прокатывает меня больше любви барбеку сочетанием мяса то есть это говядина есть такие же курицы но это с говядиной и сочетание кисло-сладкого соуса с говядиной и сыром вообще бомбически сейчас попробуем с чесночным соусом чесночный соус ребята не чесночный соус это сметана я вам покажу это сметана с зеленью вот так она выглядит на самом деле она больше сочетается с этим так сказать бутербродом очень вкусно насыщенный вкус вообще класс что будешь простите что я в камеру жую но это настолько вкусно что мне захотелось с вами поделиться и так сейчас попробуем с барбекюшным соусом я думаю что будет тоже бомбически и между этими соусами как будто бы грибы с одним не люблю мешать ребят тоже очень вкусно даже не знаю что вам посоветовать и какой потому что со всеми соусами по своему вкусно но я наверно выберу все-таки сметану либо барбекю барбекю я очень люблю самый соус по себе какой же выбрать половину короче со сметанным соусом половину с барбекюшим не знаю как вы ребят но я люблю страны там где кухня разнообразно а в турции она на самом деле очень разнообразной и немного приближенная к нам да потому что когда приезжаешь талантом и все слишком острое на нашу кухню не похожи хорошо что я люблю суп том-ям поэтому я там только ем том-ям рис с курицей и рис фрай райсинг называется рис курицы вот все остальное мне там чуждо и невкусно здесь турции очень много блюд похоже на наши мясо с тестом тестом тесто с мясом шашлыки там нельзя ли пельмени у них свои есть они такие очень маленькие очень вкусный кто пробовал ставьте лайк обязательно где маленькие пельмени турецкие вот и соответственно я очень люблю еще в турции есть такая такое блюдо называется по моему постели чем такое короче тесто и сверху фарш это все запекается в духовке либо в печи остается настолько это все вкусно вот это вот это вот кстати очень похож на это то что здесь такое тесто видите тоненькое прожаренные и там внутри мясо с овощами ребят не могу вам передать насколько вкусно качество продукта в турции очень высокая особенно все что связано с молочкой ой травку молочка у них вообще на уровне и даже молоко там и там сметана йогурт и высочайшего класса и очень вкусные просто бомба вот ешь и для наслаждайся патрито это называется у них как картошка а если вы хотите картошку free вы просто можете хотеть вот патрито в любом слову в любом случае с полосом барбекю потому что я привык макдональдс это кучки мощенский просто мощи хотя заметьте я есть не очень-то хочу просто решил вот такой вот блок снять для вас по поводу так сказать еды офигенное блюдо всем советую все заказывали кто уже пробовал обязательно ставьте лайки кто не пробовал обязательно тоже ставьте лайки потому что в любом случае вы попробуете посмотрел это видео вам захочется это сделать дома смотрите здесь очень просто тесто очень тоненькая лаваш грубо говоря потом идет мясо овощей и сыр туда бросается все это запекается на гриле вот вы видите да здесь грильные полосочки остались от грилем и вот такой шикарный вечерний ужин получается да да это у меня ужин просто шикарно ребят а соусы вообще добавлять еще больше изюминки можно это все без соусов тоже очень вкусно очень чувствуется мясо овощи во рту как я уже стал я почему но качество еды и вкусовые рецепторы здесь много вкуснее мне так кажется чем еда в россии хотя еда в россии высота радах есть на стол на таком уровне высоком что тоже пальчики готова откусить но здесь в рубля в обычно забегаловку зашел и красота может быть потому что все выращивается натурально выращивают сами говядина у них вес всякие добавки так далее вот ну как мне сказали что у них не выращивают коров быстро за 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 год или за полгода они у них растут сами по себе на правильной траве на правильной траве это точно короче ребят всем советую обязательно кто приезжает в турцию не сидите вы в этих отелях в отелях вас кормят одним и тем же 10 дней рекомендую выехать и в любом случае зайти в кафе и попробовать что-нибудь новенькое что-нибудь такое турецкое это очень приближено к нам и очень вкусно ну что я буду доедать свои бутерброды так сказать всем пока с вами был пунцарь сергей до завтра